Владимир Шаманов возглавил делегацию вахты Героев Отечества. Всего же в регион приехали 10 героев Советского Союза и России. Среди них Владимир Шарпатов, командир экипажа Ил-76, сумевшего в середине 90-х сбежать из Кандагара. Эта история прогремела на всю страну, а после легла в основу одноименного фильма. Летчик встретился с самарскими блогерами и журналистами и рассказал, как все было на самом деле и что в киноленте художественный вымысел, а что страшная реальность. В августе 95-го Ил-76 совершал рейс из Албании в Афганистан, когда внезапно по радиосвязи диспетчер потребовал совершить посадку в Кандагаре для досмотра груза. Так началась история, ставшая сюжетом к фильму и едва не стоившая жизни самому главному герою. Сегодня командир экипажа Владимир Ильич Шарпатов рассказывает, было предчувствие. У меня вот даже есть стихотворение, тоже накануне написано, а я иногда и в полете стихи писал, который заканчивается такими словами. Вновь идем на трудный взлет, к испытаниям готовый и надежный самолет. Разве это не предвидение? В плену у талибов экипаж провел 378 дней, жили в заброшенном доме, спали на полу. Шарпатов вспоминает, больше всего тогда жалел, что не увидит, как растет внучка Юля, как она пойдет в школу, институт, как выйдет замуж. История драматичная, но со счастливым финалом бежать удалось чудом, самолет не подвел. Ведь он год простоял, представляете, могло масло в двигателе загустеть, закоксоваться, смазка шарниров, стечь, жара под 50 градусов, аэродром находится на дурове моря, 1200 метров. Мы заглушки не все смогли поставить, не было стремянок, можно там запылиться. И все, несмотря на это, ведь он меня не подвел, потому что я улетал на высоте 50 метров, шел до иранской границы. И вот кадры хроники, первые минуты после возвращения из плена. На полосу несутся две машины, на перерез. Две машины буквально в секунду встали взлететь, в середину полосы. С проектом вахты героев Отечества, герой России Владимир Ильич Шарпатов проехал 25 городов, впереди еще 9. Ведь везде встречается с журналистами и блогерами, рассказывает, как все было на самом деле, и почему эти страницы истории нельзя забывать. Так получилось, что экипаж Шарпатова как раз был пленен в тот момент, когда я находился на службе. И выполняли, в общем-то, одни и те же задачи. Поэтому просто было интересно пообщаться с таким же, как и я, и понять, что двигало людьми. В общем-то, по-моему, вполне удалось. Сбежавший из Кандагара самолет находится в Екатеринбурге. Владимир Ильич сейчас на пенсии на прошлой неделе был на свадьбе своей внучки. Но небо ему по-прежнему не дает покоя. Так, каждую неделю летаю во сне. Татьяна Пудова, Александр Дмитриев, Новости губерния.